Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня в нашей студии мы обсудим такую важную тему, как роль светоотражающих элементов в обеспечении безопасности пешеходов на дорогах Карачаева-Черкесской Республики. Позвольте представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии присутствует старший государственный инспектор управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республики Заур Капышев. Добрый вечер, Заур! Доброго вечера! Рад вас приветствовать сегодня у нас в студии. Я озвучила заданную тему. Итак, светоотражающие элементы. Насколько они важны для того, чтобы обеспечить нашу безопасность на дорогах в качестве именно пешеходов и чем они могут быть полезны? Да, если мы берем темное время суток или же неблагоприятные погодные условия, это у нас туман, это у нас дожди проливные, снежная погода, вьюга, пурга, метель, там скажем грубо. Любая непогода, в общем. Да, такая не самая приятная погода, когда у нас обязательно, конечно, использование именно пешеходами вот этих вот световозвращающих элементов. Действительно, это очень важная, скажем так, составляющая в нашей жизни, в жизни пешеходов и действительно очень важно их использовать людям, пешеходам разных возрастов, начиная от самых маленьких пешеходов до взрослых людей. А для чего они нужны? Ну, наверное, ни для кого не секрет, все прекрасно знают, что вся суть в том, что вот эти световозвращающие элементы делают человека, пешехода заметным на дороге для водителя, который на определенном участке автодороги заблаговременно уже может его увидеть, ввиду того, что, опять же, он будет светиться вовек, скажем грубо, да, ввиду того, что у него есть какие-то элементы, которые отражаются. Вот. И вот эти элементы светоотражающие, они, скажем так, в легком доступе, можно приобрести их. А вот вопрос, кстати, где можно приобрести? Потому что я вот первая мысль. А где, собственно, купить светоотражающие элементы? Наклеечки, браслеты, вот в том же фикс-прайсе у нас можно приобрести. В канцелярских магазинах, да. В канцелярских магазинах, да, как правило, они практически везде продаются, скажем так, в свободном доступе, и достаточно такая адекватная, считаю, цена. Можно приобрести, если мы берем именно наклеечки и браслетики. У нас часто вот как-то ассоциируют вот наклейки, браслеты с детьми, да. А взрослым, на самом деле-то, мне кажется, это уже не менее важно, особенно велосипедистам. Да, к тому, что я говорю, что люди всех возрастов должны использовать светоотражающие, возвращающие элементы. Есть и одежда специальная, конечно же, которая предусматривает то, что она будет, элементы, да, светоотражающие, светоозвращающие. У дорожников, по-моему, обычно, да, есть? Да, те же жилеты светоотражающие, которые можно использовать, которые нужно использовать. Если вот мы берем ситуацию, когда водитель останавливается, скажем, грубо проезжает на каком-то определенном участке федеральной автодороги, останавливается, возможно, ситуация такая, что какая-то неисправность техническая. И нужно выйти на машину. Да, выйти из машины или, возможно, остановился, необходимо перейти на противоположную часть, на другую часть дороги, ему обязательно нужно, вот, желательно очень даже иметь при себе вот эти жилеты, если у тебя нет светоотражающей одежды, которые сделают тебя заметен на дороге, потому как ты уже выступаешь в качестве пешехода, ты уже не водитель, пока ты переходишь через дорогу, чтобы избежать возникновения дорожно-транспортного происшествия, конечно, необходимо использовать светоотражатель. И наставить на рекомендуем всем водителям при себе иметь вот эти световозвращающие жилеты. А насколько человека делает заметным, ну, то есть расстояние, насколько видно? Знаете, если брать ближний свет фар, то вплоть до 200 метров, 150-200 метров. Да, а то если мы берем дальний свет фар, там вплоть до 300-350 метров. А вот без светоотражателя как далеко можно увидеть человек в темное время суток? Может быть такое, что вообще в принципе... Не заметишь, да, просто проедешь. Ну, конечно, если погодные условия плохие, если темно, где нет освещения, особенно, к сожалению, не на всех участках автодороги, даже в черте городской, в черте населенных пунктов, не всегда, не везде есть освещение. Ну, я знаю, что управлением вашим проводится такая масштабная работа по профилактике и по информированию населения, в частности, детей нашей республики, о том, насколько важно вносить вот такие светоотражающие элементы. И, кстати, недавно наша съемочная группа побывала в одной из школ Хабетского района, где прошла такая акция. Я предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет оттуда. Итак, внимание на экран. «Быть заметнее на дороге» Под таким названием прошла просветительская встреча сотрудников ГИБДД с учениками начальных классов Хабетской средней школы. Ребят им рассказали о светоотражающих элементах, которые помогают сделать пешеходы заметнее в ночное время. О том, как правильно ими пользоваться, и напомнили об основных правилах поведения на дороге. Сегодня на нашем мероприятии мы наглядно показали детям, что такое светоотражающие элементы, как они выполняют свою работу. Вот девочки в процессе танца, когда танцевали, уже видно было, что отражатели видно у них на руках при определенном расстоянии. Детям было рассказано о том, что светоотражатели бывают разного вида. Приведены примеры, что светоотражатели необходимо носить как на верхней одежде, так и на ранцах, где их лучше размещать, какое количество их необходимо для достаточного видения их водителями. Статистика доказывает, что пешеход, у которого имеются светоотражатели, виден за 300 метров до приближающегося автомобиля. Если человек идет без светоотражающих элементов, то, конечно же, видимость составляет около 50 метров. Данная работа проводится сотрудниками ГИБДД на постоянной основе. Особое внимание безопасности детей на дороге уделяется и в школе, где для ребят организуют специальные уроки, проводят всевозможные акции и флешмобы. У нас систематически по плану воспитательной работы заместитель директора по воспитанию у нас Кохова Линда Валерьевна ориентировочно распространяет свой план среди классных руководителей, начиная с 1 по 11 класс. И идет систематическая работа, исходя уже... Они сами вносят дополнения в работу по дорожной безопасности с привлечением инспектора. К нам приходит Мухина Наталья Геннадьевна, которая очень часто посещает нашу школу, работает с детьми, с заместителями по воспитательной работе. Работают на дорогах, по пешеходным переходам, учат детей, как работать, с водителями, по каким направлениям надо детям обращать внимание, как переходить дорогу. И в каждом классе у нас проходят круглые столы с родителями, мероприятия, посвященные правилам безопасности дорожного движения. Все это отрабатывается в комплексе у нас. И в течение года продолжается эта работа. Как отмечают организаторы мероприятия, дети очень хорошо усваивают информацию, когда ее преподносят в игровой форме. Вот и в этот раз ученики начальных классов хабейской школы не просто с удовольствием поучаствовали в викторине, но и узнали много нового и полезного для себя. Эти браслеты нужны для того, чтобы в трудное время суток, то есть ночью или вечером, мы могли спокойно проходить дорогу. Из-за того, что ночью нас очень плохо видно, машина, когда светит фарами на наш браслет, то он отражает свет, и машина может нас пропустить, увидев. Мне очень понравилось, и я поняла то, что они очень полезны в темное время суток. Я, конечно же, расскажу своим братьям, сестрам, подругам, одноклассницам про эти браслеты, и даже их подарю. Подобные акции – это лишь часть комплекса профилактических мероприятий, которые ежегодно проводятся отделом ГИБДД Хабейского района. В любом случае важно помнить, что положительного результата можно добиться только при условии обучения правилам дорожного движения как в школе, так и дома. Ну и, конечно же, сотрудниками правоохранительных органов. Итак, мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях старший государственный инспектор Управления госавтоинспекции МВД Покрачаева Черкесской Республики Заур Капышев. Заур, мы посмотрели вот такой сюжет, где показана именно акция по светоотражателям. Помимо этого, ваше управление проводит различные такие информационные кампании, не только для детей, но и для старшего поколения. Вот давайте немножечко поговорим о том, какую работу вы ведете, и, может быть, актуальные в преддверии осени-зимы какие-то акции. Да, конечно. Сейчас у нас начинается сезон, осень у нас уже наступила, совсем скоро начнется зимняя пора. Естественно, вот в этом направлении именно по использованию светоотражателей пешеходами разных возрастов, конечно же, мы эту работу активизируем, вот, и проводим мероприятия на дорогах общего пользования, в том числе работа проводится, конечно же, с началом учебного года и в школах, в детских садах, естественно, она не прекращается. Вот, и стараемся, вот если мы берем школы, те же, работают не только с детьми и доводить до детей, напоминать им, да, необходимость использования светоотвращающих элементов, но в том числе стараемся проводить работу эту и с родителями, в том числе и сами организовывая родительские собрания и принимая участие в проводимых, там, планируемых, да, родительских собраниях, где до родителей доводится информация о том, что использовать их необходимо, эти светоотражатели, не только детям, но и самим взрослым, конечно же, подавая, опять же, такой положительный пример, да, на себе показывать, как правильно нужно переходить через проезжую часть, если мы берем темное время суток, чтобы обязательно были какие-то элементы, да, которые сделают тебя светоотвращающей, которые сделают тебя заметнее на дороге, уже ребенок увидит то, что папа, мама пользуется. Тоже применяют, да. Ну, конечно, будут точно так же следовать их примеру, и уже в дальнейшем, и даже когда и сами повзрослеют, естественно, и будут соблюдать, скажем, правила дорожного движения в этой части, и, соответственно, будут учить уже в дальнейшем своих детей, и, естественно, напоминать будут друг дружке об этом постоянно. Недавно относительно прошла такая всероссийская акция о неделе безопасности, да, вот, хотелось бы узнать, какие акции, может быть, проводились у нас, и вообще на что делался упор. Да, буквально совсем недавно прошла всероссийская неделя безопасности дорожного движения, акцентировали внимание на детском дорожно-транспортном травматизме, прежде всего, также, естественно, на травматизме в целом дорожно-транспортном. Вот, очень много мероприятий у нас было проведено в профилактических учебных заведениях, это у нас и школы, это у нас и колледжи, техникумы, это у нас и высшие учебные заведения, естественно, детские сады, работа не прекращается, с детскими садами, это такое у нас самое важное. Ну, правильно, мне кажется, нужно прямо с самого детского возраста. Конечно, чем раньше мы начнем работать с детьми в этом направлении, чем раньше мы начнем с ними обсуждать и уже на практике показывать, как правильно нужно применять те или иные знания, те или иные знания, да, на практике, тем, конечно, будет больше смысл от нашей работы, в принципе, от того, что мы какие-то усилия прилагаем, главное их начать прилагать именно с маленького возраста, чтобы ребенок уже какие-то азы у него были с самых-самых малых лет. Ну, если уж мы опять-таки заговорили о неделе безопасности, мои коллеги нам как раз-таки во время этой недели побывали тоже в одном из районов, который вот так оказалось, что тоже был Хабетский, между прочим, район, вот, и они присоединились к одной из акций безопасности дорожного движения. Я предлагаю посмотреть материал, который сняли мои коллеги. Итак, внимание на экран. Юные инспекторы движения – это безопасность родом из СССР. Организации, в которой состоит почти полмиллиона детей, исполнилось уже более полувека. Приемник старых добрых традиций своих коллег из прошлого, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мухина всегда находится в тесном контакте с детьми, для которых она выступает в качестве наставника и проводника в мир безопасного движения. Очередное мероприятие, посвященное вопросам снижения аварийности с участием детей, было приурочено к началу учебного года, когда особенно важно проводить работу, направленную на повышение безопасности детей и подростков при участии в дорожном движении. В рамках данной недели безопасности проводятся массовые мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Все эти мероприятия будут проводиться как с пешеходами, так и с водителями. За время летних каникул дети немного отвыкли от насыщенного дорожного движения. И цель мероприятия с детьми это напомнить им, как правильно себя вести на дороге, как правильно безопасно переходить дороги. В самом начале Наталья Мухина напомнила ребятам о требованиях правил дорожного движения, которые они обязаны соблюдать, находясь на улице. Каждому из них были вручены информационные памятки, адресованные пешеходам и водителям, в которых обозначены правила перехода проезжей части дороги, перевозки детей в автомобиле, поведения на дороге велосипедистов. Сегодня мы будем с вами проводить беседы с водителями, так как наступила школьная пора. Мы напомним водителям, чтобы они были предельно внимательны при проезде пешеходных переходов, чтобы вас пропускали. Юные инспекторы дорожного движения с энтузиазмом принялись за дело. Выученные на зубок рекомендации звучали для каждого водителя, кто был остановлен в этот час, пока проходила акция. Автомобилисты откликались на напоминание из уст ребят с благодарностью. Вот так каждый раз можно проводить, чтобы именно водители не забывали, что пешеход главнее, и что водители тоже должны уважать пешеходов. Во время проведения акции особое внимание было уделено вопросу о запрете и пользовании гаджетов и наушников на проезжей части дороги. Организаторы также напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Дети пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и аккуратными. Соблюдайте скоростной режим. Будьте в дизельной дороге. При повороте включайте поворотник. Когда светофор красный, нельзя переходить в дорогу. Когда ты хочешь приходить в дорогу, надо ждать, когда машина остановится и переходим. Надо переходить на зеленый цвет. Когда переходишь дорогу, доставай телефон. Переходите дорогу на пешеходном переходе. Перед тем, как переходить дорогу, нужно посмотреть направо и налево, а потом только переходить. Мы снова в нашей студии. Мы продолжаем нашу беседу. Заур, я напоминаю, мы посмотрели материал, связанный с неделей безопасности дорожного движения. Профилактика это хорошо, это нужно, это очень важно. Вообще работа мне кажется в сфере в любой абсолютно. Но, к сожалению, население часто учат именно несчастные случаи. Сколько бы людям ни говорили, иногда наше чувство самосохранения притупляется и мы как-то пренебрегаем вот этими правилами. Вот расскажите касательно статистики, в частности, детский дорожно-транспортный травматизм. Как часто у нас вообще происходят какие-то ДТП с детьми и может быть в каких районах какая-то статистика есть? Если мы берем состояние аварийности именно касаемо детского дорожно-транспортного травматизма по первым восьмимесяцам текущего года у нас в ДТП получили ранения различной степени тяжести 28 детей и, к сожалению, 3 ребенка погибли. Если мы берем статистику в сравнении с прошлым годом, в прошлом году у нас количество пострадавших детей было немногим более, 32, именно если мы берем детишек, которые также погибли в ДТП, это та же самая цифра 3. Это очень большая цифра, это очень дело не в цифре, дело в детских жизнях, действительно, это очень серьезное горе. Уже когда случается, то, наверное, кто-то начинает задумываться о том, что в той или иной мере он нарушил скоростной режим, там, где этого делать нельзя было, и кто-то, возможно, начинает задумываться о необходимости использования детских удерживающих устройств в обязательном порядке, когда перевозят детей, кто-то начинает задумываться о том, что управлять транспортом в состоянии опьянения все-таки нельзя, это запрещается категорически, это вообще... Ну, не зря говорят, вот есть такая фраза, которая уже стала штампом в каком-то смысле, но она на самом деле действительно глубока, что правила дорожного движения не написаны в крови, потому что, как бы, если по закону нельзя управлять транспортным средством в алкогольном опьянении, это, наверное, не просто так придумано. Это же даже самый-самый простой человек, настолько далекий вообще от правил дорожного движения, от... Да, должен это понимать. Должен, конечно, это все прекрасно понимать. А есть какая-то статистика, может быть, по районам, где чаще всего... Вот вы мониторите же, наверное, ваше управление этим занимается, где вот наиболее опасные может быть участки, или все-таки это не влияет? Вы знаете, сказать, что в каком-то определенном районе именно какие-то серьезные проблемы, именно конкретно в каком-то районе мы сказать не можем, а так действительно у нас есть районы, где неприятная статистика у нас сложилась в этом году. Если мы берем именно травматизм детский, это у нас Малокарачаевский район, Карачаевский район. И, кстати, вот хочется немножко о другой теме поговорить, связанной с этим, но немножко другой. Это у нас управление транспортом несовершеннолетними детьми. Это очень актуальная тема. Конечно же, вообще, в принципе, никак не могут иметь права управлять транспортом средствами ввиду того, что они не достигли совершеннолетнего возраста и не отучились, как полагается, наводить с кодостерения и в соответствующую категорию они его не получили ввиду того, что им нет 18 лет. И они этого делать в принципе не могут. У нас есть такие ДТП, у нас есть такое ДТП даже с летальным исходом, к сожалению. И стараемся вот эту работу тоже проводить. И вот в очередной раз хочется обратиться к взрослому поколению, к родителям, которые нас смотрят, слушают. Пожалуйста, все-таки возьмите за эту проблему серьезно и не нужно допускать детей своих к управлению транспортом. Уберите, спрячьте, пожалуйста, эти ключи, чтобы не было вообще никакого доступа, никакого, скажем, грубо, шанса у ребенка вашего, чтобы он взял ключи и куда-то выехал в дорогу. Мы не говорим о том, что всегда в этих ситуациях родители действительно сами передают ключи собственноручно. ситуации бывают разные. Ну, понятно. От этого, возможно, никто не застрахован, но надо все-таки этот момент держать на контроле, потому что куда же важнее, если не детская жизнь. Ну, да. Мне кажется, еще вот в последнее время тоже актуальная такая тема, связанная с детским травматизмом, это вот скутеры, самокаты, да, им даже вот недавно тоже был случай, но хорошо, что без летального исхода, но тем не менее. А вот работу в этом направлении ведете? Да, конечно, ведем работу, потому как у нас стараемся идти тоже в ногу со временем, видим, что... Держите руку на пульсе, да, так сказать. Да, потому как развивается новый вид транспорта, как вот эти электрические самокаты, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности. Вот, и, к сожалению, как вы отметили, уже есть у нас случаи ДТП, и в том числе есть уже с пострадавшими у нас, с пострадавшим лицом ДТП. Хочется тоже обратить внимание любителей самокатов, вот электрических, да, в частности, велосипедистов тоже хочется предупредить о том, что, если вы же управляете в темное время суток, то есть вы где-то катаетесь в положенном месте, скажем, грубо, и в какой-то момент вам необходимо перейти через проезжую часть. Естественно же, как полагается с велосипеда или, будь то будет самокат, слазите, и как полагается уже там в качестве пешехода, соблюдая правила предусмотренные для пешехода, переходить через дорогу. И очень важно тоже, кстати, конечно же, световозвращающие элементы, которые также имеются в свободном доступе, которые можно приобрести, те, которые можно крепить на те же самокаты и те же велосипеды. Мне кажется, вот это очень такая опасная ситуация, когда вот бывает ты едешь по трассе, и тут же по обочине едет велосипедист, и действительно его не видно, и только когда ты вот прям подъезжаешь, можно заметить. Да, особенно вот к молодежи хочется тоже обратиться и к родителям, чтобы они этот момент тоже контролировали, потому как в велосипеде, вы говорите, самокатов очень много, конечно, у нас становится. Все-таки прогресс налицо в плане того, что, ну, больше и больше людей начинают увлекаться, скажем, да, ездой на самокатах электрических. Ну, причем без касок, без каких-то средств защиты, вот это поражает, что люди как бы решаются на это. не нужно беспечно к этому относиться, и в том числе, не только, я вам скажу, молодежь, не только дети, несовершеннолетние, подростки, и взрослые умудряются в какой-то мере вот нарушать правила дорожного движения, и покой граждан, которые там где-то отдыхают спокойно, да, там культурно. Нарушают, да, таким вот образом. просим тоже вот скоростной режим при этом не нарушать, если даже вы в положенном месте управляете самокатом, если уж видите, что какое-то большое скопление людей, если видите, что не помещаетесь, или есть риск, что вы не поместитесь в какой-то момент, и можете кого-то сбить, лучше, конечно, с него слезть с самокатом и спокойненько пройти, уже дальше поехать там, дальше кататься. Что ж, Заур, спасибо вам большое за такую интересную содержательную беседу, мы будем надеяться, что население Карачаева-Черкесской республики с каждым днем будет становиться более, наверное, ответственным и понимать всю важность соблюдения правил дорожного движения. Я желаю успехов вам в вашей работе, ну и, соответственно, вашему управлению в том числе. Спасибо большое. Спасибо большое и вам, дорогие телезрители, я напоминаю, очень важно соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и своих родных. До свидания.